Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время говорить». Меня зовут Дмитрий Беломеснов и сегодня мы поговорим про воздушные шары. И у нас в гостях Александр Соломатин, профессиональный аэродизайнер, декоратор, предприниматель и преподаватель. Занимается воздушными шарами уже более 17 лет. За свою карьеру принял участие в огромном количестве соревнований и на многих из них занимал призовые места. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! И Андрей Борейко, генеральный директор компании «Шар-Ателье» воздушными шарами, занимается с 1998 года. Участник первого московского фестиваля шаров в 2000 году, предприниматель, а также с 2008 года обучает искусству работы с воздушными шарами. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, как вы начинали заниматься созданием и оформлением воздушных шаров? Я свою карьеру в шариках начал очень давно, мне было 13 лет, это был 2002 год. Вышло так, что мой дядя начал работать в такой компании. Мне уже тогда очень хотелось зарабатывать какие-то первые деньги, и он об этом узнал и позвал меня туда работать. Я начинал там сначала просто документы возил курьером, был, потом печатал на шариках, а потом уже стал оформителем. В том, дядя эту компанию покинул, а для меня это предопределило мое развитие на дальнейшие годы, и поэтому я уже в шарах больше, чем половину своей жизни. А вы, Андрей? Ну, у меня немножко, наверное, другая история. То есть я начал заниматься шарами в 90-е годы, когда, в принципе, в стране было мало что понятного, тем более я еще носил погоны, я был офицером вооруженных сил Российской Федерации. Вот, и на каком-то этапе стал выбор, что делать дальше. Вот, и уже так получилось, что в Санкт-Петербурге в одном из отпусков я увидел воздушные шары на выставке, очень красивые. Это меня сразило на повал. Вот, я нашел поставщиков этих шаров, начал помаленьку заниматься, ну и, в общем, к 2000 году я уже понимал, что я хочу заниматься воздушными шарами. Вот, ну, дальше больше. На сегодняшний день, да, уже, в общем, наверное, динозавр. А как вы познакомились? Нас объединило одно очень важное индустриальное событие, которое проходит в России каждый год. Это Московский фестиваль воздушных шаров. Традиционно, последние недели сентября, главная компания, которая занимается этим бизнесом в России, Европа Унутрейд, устраивает фестиваль шаров. Вот, и это знаковое событие для всей индустрии в России, и, в общем-то, последние годы, можно сказать, что уже и в мире. Вот, потому что все чаще и чаще международные команды приезжают на наш фестиваль. И вот Андрей был одним из пионеров этого фестиваля, то есть, тут он на первом участвовал, первые десятилетия занимало огромное количество призовых мест. Вот, а мы появились на рубеже вот этих двух десятилетий. То есть, первый фестиваль мой был в 2008 год, это, получается, девятый, наверное, да. Вот, и мы как раз там познакомились, и с тех пор стали дружить, общаться. И как только я начал свою преподавательскую карьеру, естественно, стал ездить в Владивосток, Андрей меня пригласил. Вот, в этот раз это уже третий визит с моим семинаром в Владивостоке. Ну вот, расскажите вообще, чем вам нравится заниматься воздушными шарами, чем это так вас заинтересовало, привлекло? У тебя какие основные резоны? Ну, я уже говорил, что у меня была задача на первом этапе своего увлечения воздушными шарами, это просто прокормить семью. То есть, это была финансовая составляющая. Ну, как многие приходят, любой бизнес, наверное, приходят зарабатывать деньги. Не просто там, а мне нравится, с детства дают шарики. Нет, конечно. Ну, а потом это превратилось уже в какую-то, ну, скажем так, профессиональную потребность, что ли. Потому что, действительно, шары-то оказалась целая индустрия, целая эпоха в моей жизни. То есть, я тоже уже достаточно давно, ну, как я уже говорил, этим занимаюсь. И, соответственно, то есть, сейчас это уже, ну, иногда и денег не надо, то есть, иногда этим занимаешься просто потому, что, ну, это уже любовь, профессия. Ну, я не знаю, больше, чем даже профессия, это что-то уже такое, что, ну, без чего не можешь. Расскажите про процесс создания вот шаров, какие есть тонкости, нюансы. Насколько я знаю, это занимает очень мало времени, да, не так много. Вы имеете в виду производство шаров или создание из них композиции? Создание композиции. Ну, зависит все от того, что мы делаем. То есть, иной раз можно работу делать 5 минут, а иной раз можно строить ее с командой 20 человек в течение 5 суток. Вот, то есть, все зависит от сложности, от масштаба и так далее. То есть, в моей практике были работы от размера маленькой собачки из шариков для моделирования до 18-метрового дуба. Вот, это как раз те самые примеры. Это 5 секунд либо 5 дней с командой 20 человек. То есть, это зависит каждый раз от того, что мы делаем. Ну, согласен абсолютно с Александром, потому что потребности у клиентов разные. Кому-то нужна анимация простая и что-то вот простенькое, прям простенькое. Вот, а кому-то нужно декорировать какой-то серьезный объект. Ну, допустим, театр Горького мы украшаем традиционно 5 рабочих дней. Вот, это у нас уже тоже там довольно длительная во времени история. Уже даже не один десяток лет мы на Новый год украшаем фойе театра. Ну, вот это реально работа на 5 дней. Там с подъемниками, стремянками, лесами. То есть, все по-взрослому. То есть, не так просто, как может показаться, когда просто услышишь слово «воздушный шарик». В Владивостоке будет проходить профессиональный семинар по работе с воздушными шарами. Расскажите подробнее, что там будет и что участники узнают. Да, 17 ноября будет семинар на базе оптового магазина «Веселая затея Владивосток». Мы будем делать семинар. Это будет полный день, то есть, 8 часов преподавания, где будет две части, посвященные тому, как я буду показывать, как делать композиции, рассказывать какие-то технические нюансы и так далее. Люди будут только слушать. Дальше будет блок, где будет возможность поработать вместе, то есть, практика. И в конце будет часть, где я буду рассказывать конкретно про бизнес-аспекты, то есть, как организовывать компанию, из чего складывается вообще этот бизнес, как нанимать людей, как его обучать. Ну, в общем, все то, что… Все те вопросы, которые возникают при организации любого предприятия, только в данном случае конкретно в рамках воздушных шаров. Вот такой семинар будет у нас в воскресенье. Андрей, есть что добавить? Да, мне кажется, что вот миссия Александра, она очень важная в данном случае, потому что рынок складывается стихийно. Все мы, кто начинал раньше, позже заниматься шарами, естественно, не получали высшего образования никакого. То есть, в вузах не готовят таких специалистов. И, конечно, обучение – это очень важный этап становления специалистов нашей области. Поэтому то, что Александр сюда прилетел издалека, то, что он уделит нашим клиентам какое-то время и поучит их – это здорово. Сегодня большинство праздников уже невозможно представить без воздушных шаров. Вы уже говорили про свои необычные заказы. Хотелось бы еще побольше услышать, чего необычного вы делали за свою карьеру? 7 декабря… Вообще, я сейчас нахожусь в рамках своего большого тура, который 24 октября начался в Москве. Потом у меня была Алмата, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Гамбург, Таллинн, вот сейчас Владивосток. Когда все это закончится, я вернусь в Москву в ночь с 5 на 6 декабря. И 7 декабря нам предстоит сделать в полный размер вертолет Ми-2 из воздушных шаров. Это будет для частного клиента. Вот это, пожалуй, то необычное, над чем я сейчас думаю в промежутках между своими семинарами. А так, очень много разных совершенно проектов. То есть я правильно понял, что нужно сделать шар, точнее вертолет из шаров? Да, фигуру. Композитский. С размером, с настоящей… Да, на размахах лопастей 14 метров. Это очень сложная профессиональная работа, и вот так вот просто взять и сделать так не получится. Ну да, конечно, большой проект, там будет большая команда из разных городов, будут люди. Это вот то, что меня ждет после того, как я вернусь из тура. А у вас, Андрей? Ну вот Саша сейчас про вертолет сказал. Мне вспомнилась наша работа. Ей, наверное, уже лет 7 пришли девушки из крупного автосалона. Я честно, я уже не помню, конечно, как назывался этот автосалон. Ну, директор достаточно состоятельный человек. Вот они сказали, у него есть все, есть увлечение. Ему нравится все, что связано с Высоцками. Они вот коллективом придумали подарить ему автомобиль Mercedes голубого цвета, как было у Владимира Высоцкого. И заказали нам его на то время. Это стоило 50 тысяч рублей. То есть это были, ну, достаточно существенные деньги. Шарики для этого проекта мы собирали по всей России. Голубые ШДМы. ШДМы это такие колбаски, шары демоделированные. Саша чуть-чуть тоже про это расскажет. Вот. Мы сделали. Ну, кривенький немножко был. Ну, все равно клиенту понравилось. Это вот действительно, там 2,5 метра машина с колесами, с крышей, с окнами. То есть все как надо было. Ну, а у нас вот на этом вертолете, соответственно, идея у мужчины юбилей. Он в молодости был пилотом. Вот. Изначально хотели Ми-8, но потом, когда прикинули, какого размера Ми-8, решили немножечко понизить класс модели. Понятно. А на какие праздники обычно заказывают шары или оформления? Ну, основной наш праздник – это, конечно, день рождения. Вот это, скажем так, наверное, две трети всего того, что мы надуваем стандартно. Ну, а так весь, сейчас уже в России, вот весь наш набор праздников, которые мы празднуем, то есть это 14 февраля, 23, 8 марта потом. Единственное, на 9 мая у нас меньше работы в Москве. Ну, ты говорил, что у вас есть неплохо. В регионах, на самом деле, и на 9 мая шары тоже востребованы. Потом последний звонок, выпускной, ну и весь этот набор до конца года. Да, выписка из роддома, свадьбы, несмотря на то, что там какие-то есть уходы во флористику, все равно шарики любят. Конечно, да. Много сейчас очень тренд прямо – это оформление фотосессий. То есть, потому что, ну, у всех инстаграмы, у всех там есть уже достаточно дорогие гаджеты, вот, и все хотят хорошие фотографии. Вот поэтому очень много шаров в фотозонах, прямо много. И очень красиво делают сейчас декораторы. Да, шарами можно украсить абсолютно любой праздник. И декораторы, самое главное, вот, даже не те, кто шарами занимается, а просто декораторы, они увидели тоже в шарике, ну, новое трендовое направление, потому что действительно можно заполнить хорошо объем, сделать какие-то акценты, что из других материалов будет крайне дорого. Из цветов, из пластика, там, неважно из чего. Допустим, вашу студию надо было бы украсить шарами. Ну, вообще украсить чем-то. Собственно, это произошло. Да, ну, я имею в виду, вот, взять на праздник, сделать тематический декор. Вот, я вас уверяю, шарики это будет самое бюджетное, вот, против всего остального. Расскажите, насколько в России популярна мастерство, работа с воздушными шарами? Я думаю, что без преувеличения можно сказать, что Россия сейчас одна из самых развитых стран в этом отношении. Реально, потому что в мире, ну, во-первых, российская сборная уже неоднократно выигрывала чемпионаты мира и Европы по этому мастерству. И можно сказать, что основные школы воздушных шаров, которые сейчас есть в международном сообществе, это Италия, это Россия, это Япония, это США. Вот, это, скажем так, те страны, которые на всех соревнованиях международных постоянно соревнуются между собой. И это очень сильно развилось в последние 10 лет. Вот, поэтому у нас это популярно и очень много мастеров. У меня вопрос к Андрею. Вы преподаете искусство создания работы с воздушными шарами во Владивостоке. Расскажите, как это дело продвигается у нас в нашем городе? Ну, я сразу оговорюсь, то есть, я читаю занятия для новичков. Вот для тех, кто просто решил с нуля начать заниматься шарами, потому что много нюансов, много всяких названий непонятных. Вот я уже упоминал, там, ШДМ, да, шар для моделирования. Много нюансов по работу с гелием. Ну, в общем, есть разные, так сказать, вопросы, которые люди часто даже с YouTube-каналов не вычленяют, и у них получаются такие разрозненные знания. И вот моя миссия, это как раз донести до людей, что если вы хотите шариками заниматься, надо знать то-то, 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 делать то-то, то-то, то-то. Ну, и там, допустим, по материалам купить то-то, то-то, да, и тогда, ну, можно стартовать. Вот. Допустим, ну, Александр, наверное, тоже такие занятия читает, я предполагаю. Да, в Москве, конечно, есть новичков курсы. Другое дело, что он еще и читает и занятия для уже профи, да, когда действительно люди занимаются шарами, это как такие своеобразные курсы повышения квалификации. Вот, поэтому, ну, что сказать, я во Владивостоке постоянно это делаю, набираю группы, и в Хабаровске то же самое, вот, поэтому, ну, пытаюсь в регионе как-то прививать культуру работы с воздушными шарами. Вот это одна из моих прямо основных сейчас, ну, сфер, что ли. Потому что, ну, хочется, чтобы этот рынок, он действительно развивался как-то правильно, а не так, что там здесь самоучка, там самоучка, здесь там люди что-то делают, не понимая, что делают. Вот, хотя и такое остается, то есть есть прям, наблюдаешь иногда со стороны, мама дорогая, что делает. Вот. То есть поддержание профессионального уровня на должной величине, скажем так. Ну и правильно, это вот как бы, в принципе, это поднимает уровень и планку индустрии, индустрии, ее ценность этой индустрии, и на самом деле сюда, ну, сейчас достаточно охотно идут люди, потому что начинают зарабатывать что-то. Вот мы вытащили прямо, вытащили из какого-то такого отношения, что шарики это 3 копейки, что там, а что там надуть шарики, это, ну, ничего не стоит. То есть мы прямо подняли эту индустрию вот на дужи, ну, на какой-то, ну, более-менее платежеспособный уровень. Ну, и люди зарабатывают, и есть клиент, который готов за это платить. С какого возраста можно начать заниматься шариками? Вот такой вопрос. Как бизнесом, то, ну, понятное дело, что после окончания хотя бы школы, вот, а если просто начать, ну, пробовать что-то сделать из шариков, то, в принципе, дети, наверное. Ну, да, конечно, с детства. Первый, второй класс уже вполне себе. Это посложнее, чем лепка из пластилина, то есть на уровне детского сада это тяжело будет сделать, а, в принципе, первый, второй класс, когда уже мелкая моторика, ты начинаешь писать вполне можно, почему нет. Согласен. А вот вы кайфуете от того, что вы дарите людям праздник? Мы, я сейчас за себя скажу, потом ты. Я больше кайфую от того, что, работая в воздушных шарах, я сталкиваюсь с людьми, когда они хотят проявить лучшие стороны самих себя. То есть человек вряд ли пойдет за шарами, чтобы сделать кому-то гадость. Соответственно, это энергообмен позитивный, который постоянно идет с людьми. И я вот больше именно от этого получаю удовольствие, что мы чаще всего сталкиваемся с людьми именно тогда, когда они проявляют лучшее в себе. Поздравить маму, признаться в любви, отметить выпускной, еще что-то. То есть мы всегда сталкиваемся, чаще всего сталкиваемся с позитивом, и за счет этого позитива подкармливаемся сами. Для меня это главная мотивация, на самом деле, за что я люблю этот бизнес. Ну, отлично сказал. Да, мы на светлой стороне, как я всегда говорю. То есть есть еще там другая сторона. Ну и мне кажется, действительно, заниматься бизнесом 20 лет, и не получать от этого удовольствия так не бывает. То есть, конечно, бы давно бросил, если бы мне не нравились шары, если бы я не словил в этом какой-то кайф. Ну и я уже упоминал, как я начал заниматься. То есть я просто визуально однажды получил вот этот вот, не знаю, какое слово подобное. Магию воздушных шаров ощутил. Я заразился этим, и, наверное, вот это со мной сейчас по жизни идет. Вы участники многих фестивалей, конкурсов, в том числе международных. Расскажите про этот опыт, и насколько, ну, почему вы принимаете в них участие? Что это для вас? Вот, наверное, Александра лучше уже ответить на этот вопрос. Ну, в принципе, понятно, что шарики – это вид изобразительного искусства, можно так сказать, если говорить конкретно про фестивали и про соревновательную часть. И сложно, на самом деле, ну, то есть любая оценка твоего творчества, она всегда будет субъективная. То есть говорить, что ты первый – это примерно то же самое, что Битлз там на 3% лучше, чем Роллинг Стоуэлл. Ну, это бред. Вот, но тем не менее, когда ты оказываешься в ситуации, что тебе надо соревноваться с коллегами, а еще лучше, когда эти коллеги выше тебя на несколько голов, то есть это очень сильно мотивирует для того, чтобы поднимать свой уровень. И порой посещение одного фестиваля может заленить 2-3 года самостоятельной учебы, потому что ты видишь лучшие мозги этой индустрии на одной площадке, ты можешь посмотреть, как они работают. Посоревновавшись с ними, даже ничего не заняв, ты все равно можешь поднять свое собственное мастерство. И за счет этого ты, во-первых, обрастаешь контактами, знаниями и двигаешься. То есть всегда развитие той или иной индустрии определяет среда. Если эта среда есть и в ней есть профессионалы, то все, кто в этой среде оказываются, начинают расти. Соответственно, это главная мотивация «Зачем мы там?». Ну, присоединяюсь к сказанному. Ну, просто Саша – это практикующий. Вот он сейчас приехал к нам в ранге чемпиона России, да, то есть их команда на последнем фестивале. Фестиваль – это соревнование, это не какое-то там пляски, да, с бубнами. Это настоящее соревнование с жеребьевкой, с жюри, там, с темами и так далее. Так вот, команда Александра заняла первое место по сумме всех, ну, как бы, конкурсов. То есть гран-при 19-й год и гран-при 18-й год. То есть это вот перед вами чемпион прямо России. Мало того, команда, в которой он участвовал, в конвенции в Соединенных Штатах тоже занимала уже, по-моему, первое место. Да, и в Европе, и в США мы тоже. Вот, поэтому вот, Саша, в этом как бы фестивальном бизнесе, ну, даже не бизнесе, в фестивальном направлении, он, конечно, как человек, он и востребован, и уже с регалиями. То есть я это уже немножечко у меня на второй план ушло. Для меня, конечно, важнее сам бизнес, индустрия, развитие это в регионе этого дела. Потому что у нас есть магазины в Владивостоке и в Хабаровске, и мы, ну, развиваем, насколько это позволяет нам время, финансы, вот именно это направление. И, ну, наверное, с этой точки зрения, вот, это, вот, сейчас миссия мне более близка, чем участие в фестивалях. Я предлагаю для наших телезрителей провести такой небольшой мастер-класс, рассказать про шары, ну, и показать. Что-нибудь сделать. Что-нибудь сделать, да. Я, наверное, сейчас собачку покажу. Либо цветочек. Я могу сейчас показать что-нибудь сложное, но вряд ли люди смогут, вряд ли это будет им полезно. Ну, сейчас мы будем работать с традиционными шариками для моделирования. Вот, самый распространенный их размер это 260. Соответственно, когда вы хотите их приобрести, скажите, что вам нужны 260, и вы получите тот шарик, из которого можно сделать большинство базовых фигур. Я сейчас буду делать то, что делать не надо. Я буду надувать их ртом. Вот, для домашнего использования их лучше надувать насосом. Просто я свой насос оставил в кладовке. Вот, поэтому сейчас буду надувать их ртом. Лучше не пытайтесь этого сделать, потому что это достаточно, может быть, небезопасно для вас. Просто сколько раз я пытался, ну, у вас так здорово, что все получается быстро. Это профессионал. Да. Итак, после того, как мы надули шарик, нам нужно его завязать. И для того, чтобы что-то из него скрутить, крутить мы должны, начиная от узла. То есть, не от свободного конца, где есть еще место, чтобы воздух туда проходил, а именно от узла. И должны делать скрутки. Чтобы они у нас не раскручивались, нужно все время первый пузырь держать левой рукой, если вы правша, и правой рукой, если вы левша. Как только я его отпущу, он сразу же раскрутится. Поэтому, чтобы он у вас не раскручивался, мы все время держим его левой рукой. И, как я уже говорил, сейчас мы сделаем простую собачку. Она будет состоять из одинаковых пузырей, одинакового размера. То есть, все остальные мы крутим такие же, как первый. Сделали первый. Дальше откладываем два таких же. И, получив цепочку из трех одинаковых пузырей, соединяем первую и третью струбку. Вот таким образом уже вырисовывается очертание головы. Дальше. Делаем то же самое. Каждый раз по три пузыря. Раз, два, три. И снова соединяем скрутки между собой. И повторяем эту процедуру еще раз. Очень важно, чтобы у вас шарики не раскручивались, все пузыри нужно крутить в одну сторону. Потому что, если вы будете крутить в разные, то они у вас так же, как когда я отпустил, точно так же раскрутятся. Ну и немножко придадим изгиб к хвосту и выгоним вот такой вот пузырек. Пожалуйста. Спасибо. Могу еще что-то сделать, если... Да, давайте. Ну, следующая классическая фигурка – это цветочек. Обычная ромашка. Ее мы делаем уже из других элементов. Мы ее делаем из таких вот петель. Нам нужно будет сделать несколько петелек. Шесть лепестков. Если мы хотим убрать хвостик, то достаточно его просто оттянуть, и он сам уйдет внутрь связки. Теперь сделаем стебель. Следующий интересный прием из простых – можно заправить узел внутрь шара, поймать его, вот так вот закрутить и сделать пестик, печинку. Я не знаю, как правильно с точки зрения ботаники это назвать. Сердцевинка цветка. Да, сердцевинку нашего цветка. Затем помещаем это между лепестков. Слегка изгибаем. Завязываем на конце узел. Удаляем ненужный шар. Я думаю, что для многих молодых людей это будет полезно. Такие цветы, чтобы дарить своим девушкам и экономить на настоящих. Я думаю, что собачка также будет полезна, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Да. Я думаю, что любую девушку можно будет покорить, если ты будешь уметь делать такие же красивые фигурки. Сейчас я предлагаю обратиться вам к нашим телезрителям и пригласить их на свой мастер-класс. Дорогие друзья, если у вас есть желание немножечко овладеть искусством воздушных шаров, понять, что это такое, получить какие-то знания, или, может быть, вы уже занимаетесь воздушными шарами и живете во Владивостоке, то я приглашаю вас на наш семинар, который состоится 17-го числа на базе магазина «Веселая затея Владивосток». Будем очень рады, если кто-нибудь из вас к нам присоединится. Вертышская, 17, корпус 7, территория базы торговой, магазин «Веселая затея». Мы рады будем вас видеть. Если будут вопросы, звоните в Инстаграме, нас легко найти в аккаунте затевай.ру, ну, либо по хэштегу «Затевай ярко». Добро пожаловать! Спасибо большое за интересную беседу, успехов! Вам большое спасибо! Спасибо большое! Это была программа «Время говорить». В студии для вас работал Дмитрий Беломестнов. Увидимся на восьмом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова